МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Глава Самары Олег Фурсов покидает свой пост. Теперь он будет работать в областном правительстве. Поезд сошел с рельсов, но ничьих планов не нарушил. В Самарском метро прошли учения МЧС. Светлое ограждение готово, дело за тротуарной плиткой и газонами. Основные работы в Струковском саду завершат к середине ноября. Глава Самары Олег Фурсов переходит в областное правительство с 1 ноября. Об этом сегодня на расширенном заседании облправительства сообщил в Рио губернатор Дмитрий Азаров. Олег Фурсов должен будет усилить работу по стабилизации ситуации на рынке труда. Обязанности по исполнению полномочий главы администрации Самары будет исполнять Владимир Василенко, занимающий пост первого заместителя мэра. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что у Олега Фурсова налажено взаимодействие с федеральными структурами. Олег Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к работе, я хотел бы, не боскнея, чтобы 1 ноября. У Олега Фурсов на работу на достаточно серьезные связи с федеральным министерством. И понятно, что нам сейчас буквально каждая возможность с нами должна быть использована. Исполнение обязанностей будет возложено на Василенко Владимир Андреевича. 129,5 миллиардов рублей. Такие доходы в областную казну ожидаются в 2018 году. Сегодня проект регионального бюджета на следующий год и плановый трехлетний период обсуждали на расширенном заседании областного правительства. Главный финансовый документ сверстан на основе прогноза социально-экономического развития губернии. Но, по мнению участников совещания, поступлений могло быть и больше. Мнение выслушал и Олег Зверев. Каким будет финансовый год? Проект областного бюджета на 2018 и плановый трехлетний период обсуждают на расширенном заседании правительства. В таком формате совещание проводится впервые за последние 9 лет. В зале министры, депутаты, главы городов и районов, представители предприятий и общественности. Все, от кого зависит наполнение казны. Чтобы денег охватило на все, необходимо в полной мере использовать возможности региона. Но в данный момент индекс промышленного производства падает. Инвестиционная привлекательность снижается. Мы, имея колоссальный потенциал, к сожалению, в последние годы не в должной мере его реализовывали. Мы реализовали много других проектов в разных сферах. Но то, что касается развития экономического потенциала, что такое для саморской области экономический потенциал, это, конечно, в первую очередь промышленность. В 2017 году валовый региональный продукт вырос всего на 1%. На фоне общероссийских трендов регион могут получить и больше. В отличие от прошлых лет, драйвером роста экономики области в этом году стало автомобилестроение, которое падало, напомню, на протяжении последних 13-18-го годов. А производство химии и аэрокосмической отрасли, наоборот, снизилось. Пока по объемам промышленного производства область сохранит третье место в ПФУ. Однако по динамике промышленного производства мы находимся в замыкающей пятерке регионов округа. Расходов на следующий год запланировано на 2 миллиарда рублей меньше, чем в этом году. Они составят почти 129 миллиардов. Примерно столько же должно быть и доходов. Это без учета целевых, безвозмездных поступлений. Этот бюджет уже назвали бюджетом развития. Большая часть пойдет на финансирование социально значимых статей. Мир социальной поддержки населения, фонд оплаты труда, финансовая помощь местным бюджетам, обслуживание государственного долга, страховые взносы на обязательное медицинское страхование и другие приоритетные расходы. В целом, доля данных расходов в бюджете 2018 года определена в объеме 77% общего объема расходов или более 92 миллиардов рублей. Будут выполнены и все требования майских указов президента по повышению зарплат в социальной сфере. Глава региона Дмитрий Азаров отметил необходимость более эффективно собирать налоги и развивать производство. Олег Зверев, Константин Головин. События. Еще есть над чем работать. Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды близится к завершению в этом году. Первые итоги подвели сегодня на совещании в областном правительстве. В тысячи дворов сейчас ведется ремонт. Приводят в порядок проезды, газоны, устанавливают детские и спортивные площадки, освещение. На это Самарская область получила из федерального бюджета почти миллиард рублей. Этому способствовал Дмитрий Азаров, когда занимал пост сенатора в Совете Федерации. Еще миллиард 200 тысяч рублей направили из областной казны. Одно из главных условий этого федерального проекта. Жители сами решают, что нужно сделать в их дворе. По ряду муниципалитетов есть и жалобы от людей, что и выбранные объекты, и сам подход к благоустройству, он не был с людьми проговорен. В большей степени, конечно, мы отработали, как нам президент и поручал, с людьми посоветовались. Но есть, что называется, отдельные факты. И мы с вами понимаем, что в последующие годы это просто недопустимо. Главам районов Самары области дали поручение составить графики ремонта во всех дворах, где еще предстоят работы, и контролировать исполнение каждые два дня. Самара повышает инвестиционную привлекательность. В городе строятся два крупных производственных предприятия. Ведется работа еще над несколькими проектами. Для их развития и реализации необходимо активно сотрудничать с бизнес-партнерами, создавать хорошие условия для финансовых вложений, упростить нормативно-правовую базу. Об этом накануне говорили на заседании Первого совета по работе с инвесторами в администрации Самары. Подробнее Олеся Корецкая. 240 тонн снега в час будет перерабатывать новая снегоплавильная станция. Ее строительство начнется уже 1 ноября. Инвестиционный проект обещает окупить себя за 5 лет. Финансовые вливания в регион в непростой экономической ситуации сократились. Необходимо повышать привлекательность Самары для инвесторов, подчеркнули на Первом координационном совете при главе города. Даже областные проекты без активного участия администрации городского округа Самары сегодня не реализуются. Представители администрации города являются постоянными членами инвестиционного совета при губернаторе Самарской области, межведомственных рабочих групп по сопровождению инвестиционных проектов. Уже идет строительство научного комплекса «Гагарин-центр» и завода по переработке и утилизации отходов. Платные парковки, дельфинарий, зоопарк, музей рок-н-ролла, реконструкция двух кинотеатров. Больше десяти инвестиционных проектов находятся в разработке. Чтобы воплотить их в жизнь, необходимо активное участие администрации города и районов, профильных департаментов, чтобы убрать бюрократические барьеры, упростить процедуру оформления документов. Может быть, стоит подумать о том, чтобы были действительно какие-то площадки, комиссии, которые могли бы понимать, какие узкие места есть в реализации инвестиционных проектов, и эти узкие места формализовать, чтобы могли соответствующее решение управнические принимать. Либо вносить изменения в законодательство, либо менять нашу внутреннюю нормативно-правовую базу. Интерес к Самаре проявляют и за рубежом. Так, австрийские бизнес-партнеры, возможно, будут участвовать в строительстве и реконструкции больниц. А инвесторы из Южной Кореи заинтересованы в создании культурно-досугового центра. Значительный инвестиционный интерес прогнозируют после проведения чемпионата мира по футболу. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Строительство двух новых резервных водоводов, которые обеспечат живительной влагой, новый стадион Самара-Арена вышло на финишную прямую. Когда объект планируют сдать в эксплуатацию, и какие материалы использовали при строительстве, узнала Лариса Шалафаст. На участке улицы Демократическая кипит работа. Здесь сваривают и укладывают полиэтиленовые трубы. Они обеспечат резервное водоснабжение стадиона Самара-Арена. Общая протяженность двух водоводов больше 4,5 километров. Диаметр труб более метра. Также эти водоводы обеспечат водой и новые дома. Часть работ Самарские коммунальные системы уже завершили. Проложили под улицей Демократической и Московским шоссе специальные футляры. В которых и будут находиться водоводы. Причем укладывали методом горизонтального направленного бурения. Работы шли без вскрытия дорожного полотна и остановки движения транспорта. При укладке используют только современные материалы. Вот эта труба выполнена из полиэтилена. Это наиболее современный материал, который повышает надежность по транспортировке воды и обеспечивает надежность при ее эксплуатации. Эта труба 1200. Вот вы если обратите внимание, то у нее внутренняя поверхность гладкая. Это увеличивает пропускную способность. Также полиэтиленовые трубы. У них увеличенный срок эксплуатации. Строительство началось в мае этого года. Сначала на участке провели большую подготовительную работу. Вырубили деревья, демонтировали 50 незаконных гаражей. Сейчас строительные работы в завершающей стадии. Уже установили шесть монолитных водопроводных камер. Остается еще четыре. Эти камеры в первую очередь нужны для установки запорной арматуры, которая позволит регулировать водоснабжение и перекрывать при необходимости поврежденные участки. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы самарских коммунальных систем, которая выполнена на сумму около двух миллиардов рублей. Строительство водоводов полностью планируют завершить до конца года. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Больше 15 миллиардов рублей получил областной бюджет от самарских таможенников. Какой контрафакт принес больше всего денег, расскажет Олеся Корецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Цена за нефть продолжает восхождение. За баррель марки Brent дают 58 долларов 24 цента. Курс валют на сегодня. Доллар 57 рублей 61 копейка. Евро 67 рублей 77 копеек. Золото стоит 2358 рублей. Серебро 31 рубль 29 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 95 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 60 копеек. Больше одного триллиона рублей потратили в интернете россияне в этом году. Эксперты объясняют это тем, что выросло число электронных платежей за услуги ЖКХ, налоги, штрафы, а также выросла потребительская активность. А самарская таможня перечислила в областной бюджет почти 16 миллиардов рублей. Большая часть по импортным товарам, например, за запрещенные к ввозу овощи и фрукты, одежду и обувь. На этом все. И пусть дела идут в гору. Переполох в Самарском метро. Этой ночью на станции Алабинская работали свыше сотни пожарных и спасателей, 25 единиц техники. В регионе проходят командно-штабные учения. По легенде, сотрудникам МЧС предстояло потушить сошедшие с рейсов поезд, эвакуировать людей. Затем, как выполняется задача, наблюдала комиссия из Москвы. Об учениях, каких регион не видел почти 10 лет, репортаж Алины Чемерес. Машины прибывают одна за другой. Пожарные разворачивают оперативный штаб. Прежде чем спуститься в метро, где по сценарию учений произошло ЧП, сотрудники МЧС в первую очередь проверяют, насколько хватит воздуха в баллонах на случай, если под землей будет нечем дышать. В вестибюле метро Алабинская едкий дым. Очень плохая видимость. Поезд сошел с рельсов и загорелся. Такова легенда учений. К месту условного ЧП стянуты сотрудники МЧС, спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф. Как выясняется, пламя охватило два вагона. Состав несколько метров не доехал до станции. Те, кто успел спастись, ушли в сторону станции метро «Российская». Четыре человека, согласно легенде, погибли. Свыше десятка пострадали. Им прямо на перроне оказывают первую помощь. Затем выводят на воздух. Работают два звена. Ушли для встречи возможных пострадавших. Гранит один и звено четвертой пожарной части. Работу пожарным осложняет ограниченное пространство. Сотрудники МЧС отправляются в тоннель, только убедившись, что контактный рельс обесточен. Таких масштабных учений Самарская область не видела 9 лет. Сегодня комиссии из Москвы проверяют, готовы ли все службы региона четко сработать при самых сложных ЧП. Здесь мы имеем все современные средства связи, которые нам позволяют управлять подразделениями непосредственно при работе в метрополитене. Что сегодня и мы еще раз использовали практически, опробировали и еще раз подтвердили, что управляемость подразделения имеется, задачи ставятся и выполняются своевременно по тушению пожара, по оказанию помощи. Командно-штабные учения в регионе начались вчера. Условное ЧП сотрудники МЧС, спасатели, полицейские и медики ликвидировали в Самаре, Новокуйбышевске и Красноярском районе. Каждый раз, что именно произошло, узнавали непосредственно перед началом грандиозной тренировки. Оценку службам Самарской области поставит Московская комиссия. Результаты станут известны уже завтра. Сегодня в 10 часов утра самарскую тишину разорвал вой сирены, а потом и голос диктора. Так раз в квартал проходит учение по гражданской обороне. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Прерывистый гудок электросирен на площади Куйбышева звучит три минуты. Это учение по гражданской обороне. Во время такой сирены каждый должен знать свои дальнейшие действия. Включение к тишине означает сигнал «Внимание всем». Услышав такой сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и получить инструкции для дальнейших действий. Сегодня по радиотелевидению передавалась информация для населения о том, что проводится проверка в рамках командно-штабных учений. МЧС проверяет региональную централизованную систему оповещения об опасности. Сигнал звучит не только в Самаре, но и по всей области. МЧС проверяет региональную систему оповещения. Вот нам анализ работы этой системы. И, соответственно, уже мы подготовим акт о степени готовности этой системы оповещения. По прямому назначению система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Самарской области и Самаре еще ни разу не использовалась. За десятилетия она морально и технически устарела. Сейчас ее решили заменить на современную. Проект уже готов. Два года назад в губернии запустили еще и новый проект – комплексная система экстренного оповещения населения. Она работает в 60 селах, которым могут грозить весенний паводок или лесные пожары. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Уже завтра, 27 октября, в Самаре, в сквере на улице Фрунза, откроют первый в России памятник Ильдару Рязанову. Он станет частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о рязановских картинах и знаменитом земляке. Открывать новую достопримечательность города приехали родственники легендарного кинорежиссера. Он мне много рассказывал про жизнь в Куйбышеве тогда, про то, как он ходил на музыкальные спектакли, в Большой театр, в Эперетто. Он Сильву смотрел раз в 17. И это оказало на него влияние, то есть его любовь к музыкальной комедии идет отсюда и коренится здесь, в Самаре. Ремонт Струковского сада выполнен на 70%, объявили сегодня подрядчики. Основные работы на финишной прямой. Уже заканчивают укладывать тротуарную плитку и стелить газон. Обновлено освещение. За ходом работы на знаковом для Самара объекте сегодня наблюдала Марьяна Мирная. Сочный, ярко-зеленый газон теперь стелится по всему Струковскому саду, как одеяло. 30 тысяч квадратных метров хорошего, неприхотливого полотна. Сделан он в Самарской области с учетом климатических условий и легко приживается в промежлой земле. С каждым днем парк становится все более красивым и ухоженным. Вся электропроводка, то есть все электрические сети парка заменены на новые. Водопровод также отремонтирован, ливневая канализация сделана. Освещение, то есть толбы будут все новые. Это порядка 180 штук будет освещения. 8 опор у нас восстановленных будет, которые сохранят историю, то есть они будут просто отреставрированы. Ограждения отреставрированы и полностью восстановлены. Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку. Ежедневно работает 5 бригад по 9 человек. Также подключаются к электричеству фонари. Практически закончен монтаж системы автополива. Взамен старой, которая последние годы практически не работала. При реконструкции подумали также и о маломобильных гражданах. Теперь для них предусмотрен специальный заезд на углу Вилоновской и Максима Горького. Сумма контракта 227 миллионов рублей предусматривает в себе работу по устройству 12 разных типов покрытий, малых архитектурных форм, устройство электрообеспечения парка, освещения парка, устройство системы автополива газонов. На сегодняшний день выполнено 70% основных работ. Впереди благоустройство. На фонтанах у грота и мальчик с девочкой уже идет облицовка гранитом и укладка мозаики. Ремонт Струковского сада ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Марьяна Мирная, Василий Кладашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Стали известны подробности смертельной аварии в Кенель-Черкасском районе. Она произошла сегодня утром 26 октября на 98-м километре дороги Самара-Бугуруслан. По предварительным данным полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 23-летний парень. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ниссан. Три пассажира 15-й, две женщины и мужчина погибли на месте ДТП. Травмы получили водители обоих авто и 65-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в больницу. Пожар в центре Самары. На улице Буянова полыхали частные дома. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение огня выезжали пожарные подразделения в составе 85 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время причина ЧП и ущерб от него устанавливаются. Самарский пристав предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Прокуратура железнодорожного района утвердила обвинительные заключения. Приставу вменили два эпизода. По версии следствия, 24 июля 2017 года у дома по улице Аэродромной он, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил от женщины 15 тысяч рублей за бездействие по исполнительным производствам. Кроме того, 3 августа того же года ему передали 40 тысяч рублей за аналогичную услугу. Сейчас уголовное дело направлено в железнодорожный районный суд для рассмотрения. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снижается. До эпидемии пока далеко, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. До конца года планируется сделать вакцину более миллиону человек. Ее стихам, как драгоценным винам, настал черед. Самарских школьников объединила любовь к творчеству Марины Цветаевой. В городе проходят первые цветаевские чтения. С подробностями Юлия Черняева. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой здесь, в 174-й Самарской школе, отмечают первыми городскими цветаевскими чтениями. И мало кто знает, но Марина Ивановна жила в нашем городе в 1911 году на улице Галактионовской, 41, вместе со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. 174-я школа особенная. Здесь есть не только музейная комната, посвященная Марине Цветаевой, но и каждый второй поклонник ее творчества. Регулярно проходят поэтические вечера и творческие встречи. Я люблю литературу, люблю стихи, а Марина Цветаева для меня очень... Она близка ко мне. И для меня честь, наверное, представлять ее стихи, читать их. Два года назад школьники разработали и защитили макет мемориальной доски, которую открыли на доме по улице Галактионовской в октябре прошлого года. А экскурсия «Самарские страницы Цветаевой» заняла первое место на молодежном фестивале «Новое поколение экскурсоводов». То, что весь зал полный и даже не помещал всех желающих, это говорит о том, что вот наследие Цветаевой, оно живет. Ты видела и с гитарами людей, и видела красиво в платье, в пол девочки одеты были. То есть они готовы, готовы читать стихи. И это хорошо. Это очень хорошо. Я очень рада. Если бы здесь присутствовали вот Цветаевцы, которые еще многие живы, но, к сожалению, они уже все почти старые в возрасте, они бы сказали, мы бы в шоке, сказали бы в шоке. То есть неожиданно для них бы это оказалось прекрасно. В первых городских чтениях принимают участие 300 школьников со всего города. В амбициозных планах юных самарских Цветаевцев включение экскурсии по местам поэта в гостевой маршрут к чемпионату мира. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События. Крылья Советов продолжают сражаться за Кубок России по футболу. В четвертьфинале их ждет московский «Спартак». Подробности матча с «Казанским рубином» расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Илья Ким выиграл первенство России по бадминтону. Баскетбольная Самара проиграла первый раз в этом сезоне в Премьер-лиге. Крылья Советов в четвертьфинале Кубка России. Крылья Советов победили Казанский и Рубин в одной восьмой финала Кубка России и вышли в следующий круг соревнований. Самарцы открыли счет ближе к концу первого тайма. Отличился бомбардир команды Сергей Корнеленко. Второй гол Крылья организовали в начале второго тайма. Угловой реализовал Азер Алиев. Рубин смог забить только один мяч. В четвертьфинале Кубка страны Самарцы встретятся с московским «Спартаком». Баскетбольная Самара споткнулась впервые в этом сезоне в Премьер-лиге, а московский фарм-клуб ЦСКА. Игра горожан не сложилась с самого начала, они постоянно были в роли догоняющих. Самарцы сравняли счет только к середине матча – 31-31. Во второй половине армейцы нагружали корзину соперника мячами без особого труда. Финальная сирена зафиксировала победу ЦСКА со счетом 71-61. Самарский спортсмен Илья Ким вернулся из Саратова с победы. Он выиграл первенство России по бадминтону. По ходу соревнований ему покорились Иван Гущин из Казани, москвич Александр Зарихин, Егор Борисов из Ярославля. В финале Илья Ким уверенно переиграл со счетом 21-11 и 21-17 Владислава Добычкина из Воронежа. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин